Протонная терапия С неизвестными результатами, с неизвестной эффективностью, эта методика не новая. Применяется она не один десяток лет. И более того, один из первых клинических протонных пучков был получен в Советском Союзе в 1967 году в Институте ядерных исследований, потом в 1969 году в ИТФИ, Институте экспериментальной физики, потом в Ленинграде в 1975 году. И в Советском Союзе протонная терапия в лечении пациентов развивалась достаточно активно, но, к сожалению, в 90-х годах по понятным причинам все это было свернуто, зато стало активно развиваться за границей. И тем более мне это большая честь и большая ответственность для меня участвовать в одной сессии с людьми, которые стояли у истоков протонной терапии в нашей стране. И, конечно, я в первую очередь имею в виду Алевтину Федоровну Бровкину, которая уже в 1986 году опубликовала собственные клинические результаты в зарубежных изданиях. И эти результаты, как дальше показало время, были ничуть не хуже результатов зарубежных коллег, которые были опубликованы только спустя 10-15-20 лет по лечению увиальной меланомы. Что касается задач лучевой терапии у данной сложной группы пациентов, то нам они представляются следующими. В первую очередь это локальный контроль над опухолью, конечно, это сохранение глазного яблока и, конечно, это сохранение зрения, но, на наш взгляд, вот именно в такой последовательности по степени важности. Конечно, есть и серьезные проблемы в лучевой терапии у таких пациентов. Это малый объем мишени и близость критических структур, это низкие толерантные дозы для здоровых тканей, они существенно ниже, чем лечебные дозы при меланоме. Для хрусталика это какие-то смешные 7-10 грей, для роговицы 35, для сетчатки 50, для зрительного нерва 54, но это дозы гораздо меньшие, чем те, после которых наступает гибель опухолевых клеток меланомы. По материалам многочисленных публикаций, по протонной и вообще по лучевой терапии у таких пациентов были выявлены факторы, достоверно влияющие на сохранение глаза после облучения. Это в первую очередь размеры опухоли, объем и высота опухоли, это близость к диску зрительного нерва, это наличие или отсутствие высокого внутриглазного давления на момент проведения лучевой терапии, это фактор наличия отслойки сетчатки. И, конечно, нельзя не упомянуть, наверное, самую масштабную работу по протонной терапии при увиальной меланоме. Это работа швейцарских коллег, это институт Поля Шерера, опубликованы материалы были первые в 2003 году. Это 2600 пациентов с увиальной меланомой, которые прошли лечение за более чем 15 лет. И это, наверное, самый большой опыт по протонной терапии у таких пациентов. И показатели очень и очень хорошие. 15-летняя вероятность сохранения глазного яблока больше 80%. Конечно, там делили пациентов на подгруппы в зависимости от размеров опухоли, чем меньше размер, тем вероятность сохранения глазного яблока выше. Но вот в среднем на круг это 80%. Это очень высокие показатели с учетом тех пациентов, которых отбирали на это лечение. Но здесь нужно сделать очень важную оговорку. Что в Советском Союзе, что в PSI, что сейчас в большинстве центров, которые специализируются на облучении увиальной меланомы, используется методика пассивного рассеяния. Это первое поколение протонной терапии. Эта методика очень сложная в применении. Она требует создания для каждого пациента специальных коллиматоров, компенсаторов. Не только для каждого пациента, но и для каждого поля у этого пациента. Мы видели, как это делается в Швейцарии. Подготовка к лечению может занимать 3-4 недели. Это очень трудоемкий процесс. Сейчас все новые центры с 2010-2012 года устанавливают второе поколение протонной терапии. Это сканирование карандашным пучком. Pencil beam scanning. Эта методика более проста в применении. Более универсальна. У нее множество преимуществ. И она имеет абсолютные преимущества против пассивного рассеяния. При облучении опухолей любых локализаций, за исключением опухолей органов зрения, за исключением увиальной меланомы. Поэтому, если мы хотим получить действительно хорошие результаты, у нас должна быть методика пассивного рассеяния. Вот так выглядит облучение в PSI в Швейцарии. Еще одна проблема – это контроль за положением глазного яблока. Вот здесь вы видите специальную камеру, которая следит за положением глазного яблока и за положением зрачка и выключает пучок, если пациент перевел взгляд или глазное яблоко сместилось. Значит, почему это важная оговорка? В нашем центре установлена методика сканирования карандашным пучком – pencil beam scanning. И в силу физических особенностей мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, мы не получим таких же результатов, как при использовании методики пассивного рассеяния. Но, тем не менее, мы начали нашу работу, мы потихоньку пытаемся двигаться. И позвольте представить два клинических случая. У нас были три пациента за три года, но нам удалось отследить пока и отслеживаем мы двух. Первая – это пациентка 49 лет, которая обратилась к врачам с жалобами на ухудшение зрения в марте 2019 года, но, к сожалению, только к июню была дообследована, было выявлено образование в правом глазном яблоке с преминенцией 6,6 мм, шириной основания 17 мм. Данные УЗИ вы можете видеть на этом слайде. Мы выполнили МРТ перед облучением, достаточно больших размеров образования, в очень неудобной зоне для облучения расположенной. Нам пришлось решать задачу фиксации глазного яблока. Поскольку мы облучаем за несколько сеансов, то никакие хирургические методики здесь, скорее всего, не подходят. У нас все пациенты фиксируются при помощи термопластической маски, и здесь мы это сделали, но мы пошли на небольшую хитрость. Мы вот так модифицировали эту термопластическую маску, чтобы на расстоянии 20-30 см у пациента была точка, на которой можно сфокусироваться. Пациент фокусируется на этой точке, мы в таком положении выполняем КТ для планирования, в таком положении выполняем лечение, и мы всегда четко понимаем, что глазное яблоко находится в нужном положении, при этом сам сеанс облучения занимает 20-30 секунд, поэтому для пациента в большинстве случаев не составляет проблемы зафиксировать зрение на этот период времени. Мы использовали модифицированный режим облучения 7 фракций по 7 грей. Это неоднократное облучение, которое приведет к осложнениям при облучении таких объемов, но это и не 4 фракции, как использовалось в PSI, это 7 фракций. Это более мягкий режим, связано это опять же с нашими техническими особенностями наших протонов, мы хотим сделать все более аккуратно, но тем не менее мы выдержали главные условия методики гипофракционирования. Мы подвели эквивалент 100 грей. Это та доза, при которой начинают погибать все опухолевые клетки, включая и те, которые нечувствительны к стандартной лучевой терапии. Поэтому здесь все радиобиологические требования были соблюдены. Объем облучения составил 1,4 кубических сантиметра, это если без отступов. Вот здесь вы видите распределение 90% от лечебной дозы. Но вот дальше посмотрите, 50% достаточно большой объем глазного яблока занимает. И 10% тоже большой объем. Вы можете сравнить вот этот градиент с 90% до 10% с тем, который я показывал слайд из статьи о Левтинофеоне 1986 года. Там градиент гораздо лучше, гораздо более крутой градиент, и доза спадает быстрее. Это как раз связано с разницей в методиках протонной терапии. Это физические особенности, которые мы на наших протонах, к сожалению, преодолеть не можем. Поэтому современные центры, если они хотят работать с увиальной меланомой, они отдельно закладывают дополнительную комнату, где будет отдельный пучок для облучения только пациентов с опухолями органов зрения. Здесь представлена динамика данной пациентки. На сегодняшний день мы ее пронаблюдали 18 месяцев. Вы можете видеть изменение остроты зрения. Через год требовалось введение стероидов, и через 18 месяцев по поводу катаракты было выполнено хирургическое лечение. Также мы отметили через месяц лучевые реакции со стороны кожи века. Был ожог, но эти изменения регрессировали. Через несколько месяцев также вы можете видеть, что нет ресниц. Это тоже последствия облучения. Но здесь у нас не было другого способа, кроме как облучать через кожу века, к сожалению. И вторая пациентка 36 лет, которая обратилась к офтальмологам с жалобами на снижение зрения. При дообследовании была выявлена меланома целиарного тела с преминенцией 10 мм, шириной основания 19 мм. Опять же, такой же режим облучения, 7 фракций по 7 грей. Объем облучаемый здесь был несколько больше, 1,66 кубических сантиметров. Но здесь опухоль находится вдалеке от зрительного нерва, что достаточно представляется безопасным в плане облучения. И здесь динамика на МРТ перед лечением слева в трех проекциях и спустя 7 месяцев справа. Можно видеть некоторые уменьшения размеров опухоли. Можно видеть изменение характера контрастирования и перестройку структуры опухоли. Что было расценено как положительная динамика. По данным ультразвукового исследования тоже было отмечено уменьшение размеров образования. Спустя 7 месяцев после лечения также были выявлены признаки отслойки сетчатки. Здесь представлены изменения остроты зрения спустя 7 месяцев. И пациентке по причине послучевой макулопатии было выполнено введение глюкокортикостероидов. На сегодняшний день обе пациентки находятся под наблюдением онкоофтальмологов. Касательно того, почему так мало пациентов у нас за 3 года всего 2, которых мы можем отслеживать, это связано с разными факторами. Во-первых, мы прекрасно понимаем специфику этой области, что мы можем работать только под контролем опытных онкоофтальмологов, которые будут грамотно отбирать пациентов. Это основной залог успеха, которые будут помогать нам в облучении, которые будут отслеживать этих пациентов после лечения. К сожалению, лишь недавно мы встретили Ирину Евгеньевну Панову, которая согласилась нам в этом помогать. Вторая причина – это, конечно, особенности нашей протонной терапии. Опять же, повторюсь, это не пассивное рассеяние, и мы здесь чувствуем себя не очень уверенно, но пытаемся делать первые шаги. И третья – к сожалению, в федеральных квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь на сегодняшний день в разделе протонная терапия код С-69 по какой-то причине отсутствует. Есть большое количество разных онкологических патологий, но С-69 нет. Мы подавали заявки во все необходимые комитеты и в Минздрав, и в позапрошлом году, и в прошлом году, но тем не менее так код С-69 и не был, к сожалению, добавлен. Поэтому на сегодняшний день это лечение по квоте могут получать только жители Москвы по контракту с Департаментом здравоохранения Москвы и жители Санкт-Петербурга по контракту с Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга. Я благодарю вас за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Продолжение следует...